Всем привет! Меня зовут Оля. Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня хочу поговорить о масках для лица. В принципе, практически все здесь маски бюджетные. Только одна будет из класса люкс. Некоторые из них я уже показывала в каких-то других своих видео, но дополню здесь отзыв. Я не хочу повторяться. Первая масочка, которую хочу показать, это масочка от Свизи Мейджи, глубоко питающая, на основе талой воды. Состав здесь такой достаточно среднячок, я бы назвала, потому что здесь есть и силикон, здесь есть в составе алкоголь. Здесь есть цитрусовая кислота и также есть пару масел, таких, допустим, как кокосовое. У нее достаточно легкая кремовая текстура, у нее такой приятный белый цвет. Эта маска, когда наносишь ее на кожу, она, в принципе, достаточно быстро впитывается и часто особо даже нечего смывать. Обычно я использую данную маску, смываю ее и наношу основной свой уход. Я не являюсь большим поклонником питающих либо увлажняющих масок, потому что, в принципе, у меня достаточно хорошее увлажнение от моего ухода. Но иногда я их использую, но крайне-крайне редко, особо советовать ее не буду, но она неплохая, в принципе, неплохо увлажняет кожу. Следующая масочка, которую я хочу показать, это масочка от T-Baum с маслом чайного дерева и зеленой глиной. Я уже говорила, что очень люблю эту маску использовать, особенно в период, когда меня очень сильно высыпает прыщами. Я тогда ее использую буквально каждый день на протяжении дней 5-4. Лицо обычно очень хорошо успокаивается. Прыщи намного быстрее заживляются. Очень ее люблю. Это уже, наверное, моя четвертая или пятая упаковка. Единственное, что я до этого не сказала, что здесь в составе есть минеральное масло, однако я в своей косметике такого ухода не допускаю, но в этой маске никаких отрицательных воздействий на свою кожу я не заметила. Она все равно очень хорошо очищает поры. Я до сих пор ее очень советую. И, как я уже говорила, плоховато она смывается, смывая ее намоченным полотенцем. Но советую. Следующая маска, которую я хочу показать, это альгинатная маска. Выглядит она вот так. Так, солнечный свет фирма. Конечно, дешевая маска альгинатная, это дешевая альгинатная маска. Я перед покупкой читала отзывы, отзывы были очень на нее хорошие. Она у меня уже здесь закончилась, поэтому не могу показать. Но данная маска достаточно плохо как-то размешивается, плоховато как-то наносится. Сильно какого-то эффекта на своей коже я не заметила. Я ее использовала, у меня было 10 пробничков от Геры, вайт программ эффектор. Я использовала под альгинатную маску, и тогда, в принципе, эта маска неплохо работала в плане отбеливания. Я отбеливала свое пигментное пятно на носу. Я бы ее не купила, никому бы не советовала больше. Единственное, что достаточно удобная упаковка и очень приятная цена, но советовать не буду ее. Если мы уже заговорили об альгинатных масках, я думаю, что многие знают альгинатную масочку от Тиана. Я обязательно напишу, как всегда, все названия внизу. Данная маска, это у меня омолаживающая. Я пробовала разные, и хочу сказать, что, наверное, омолаживающая самая классная. Я ее покупала, и, в принципе, вот этой вот упаковочке, если покупать такой один сошетик, хватает на два раза для того, чтобы ее использовать. Пробовали эту маску на моей маме летом. У нее здесь вот были на шее такие, как пигментные пятна от загара, и она буквально за один раз их убрала. Маска классная, приятное нанесение. Под ней прекрасно работают, если носить какие-то эссенции, либо ампулы. Очень ее советую, и единственное, что я все-таки использую альгинатные маски только зимой, потому что она очень хорошо отбеливает кожу. Летом мне такое не нравится, летом все-таки хочется, чтобы немножко лицо было загорелое. Но могу ее советовать, она действительно обалденная, за свои деньги. Вот это вот классная альгинатная маска. Следующая моя масочка, это такое яичко, я его уже показывала в видео о покупках с Алиэкспресс. Заказывала ее на Алиэкспресс, но ее доставили непосредственно из самой Кореи. Я говорила, что очень ее люблю использовать, так как это паровая маска. Когда я не успеваю хорошо распарить лицо в душе, а надо сделать очищающую маску. Очищающую маску я, в принципе, делаю через день. Очищающие маски в моем ходе, их очень много, делаю через день, и мои поры действительно стали не такими проблемными, как было до этого. В принципе, сейчас очень-очень редко чищу сама поры. Так вот, эта масочка очень хорошо распаривает поры, а после этого я наношу одну из своих очищающих масочек. Очень, в принципе, она мне нравится, приятный запах, приятная текстура. Ссылку я обязательно на нее ставлю. Если кому-то такая штучка интересна, я, в принципе, советую. Я рада, что я ее попробовала, я уже об этом говорила. Следующая моя масочка, это масочка для бани фитокосметик. Классная бюджетная маска. У меня очищающая голубая байкальская. В магазине она, в принципе, стоит совсем недорого. По-моему, вообще она стоит полтора доллара. Там есть разные виды таких масок, но мне вот это понравилось тем, что у нее в составе больше как-то глины и меньше масел. Потому что в других масках было, по-моему, там миндальное масло на втором месте. Я для своей кожи такое все-таки масло не использую, потому что я уже говорила, что кожа у меня комбинированная. Эта зона очень сильно загрязняется. Но маска, конечно, классная. Она немножко пощипывает кожу, когда ее наносишь. В принципе, я думала, что у меня кожа чувствительная, поэтому она пощипывает. Но пользовалась ей и пользуется моя мама и говорит, что ей тоже пощипывает. Так что это нормальная реакция. Обалденно сужают поры. Если я где-то нанесла ее на свои поры, а какую-то часть, допустим, вот здесь вот возле глаза я не нанесла, я прям вижу разницу, что здесь поры такие более суженные. Очень классные, очень мне нравятся. Единственное, у меня такая интересная немножко как маслянистая текстура. Она немножко неравномерно наносится и смывается тоже достаточно тяжело. Поэтому я ее тоже смываю краешком полотенца. Но эту маску я очень советую для жирной комбинированной кожи, как очищающая маска. Очень классная, очень ее люблю. И обязательно буду ее повторять. Данную маску я уже показывала. Это маска для шеи Декольте, лифтинг эффект. Я уже говорила, что в составе здесь розовая глина, здесь гиалуроновая кислота. В составе здесь есть цитрусовая кислота. Очень классная маска. Она и очищающая, и увлажняющая. Это два в одном. Как мне кажется, для сухой кожи вообще классно. Единственное, что здесь в составе касторовое масло, как я говорила. Но я не заметила, чтобы она у меня как-то вызывала прыщи. Тоже очень ее люблю. Приятная текстура. И действительно от нее такое очень бархатное лицо. Единственное, что не скажу, что она прям как-то супер увлажняет кожу. Но кожа от нее приятная становится. Просто наверх надо дальше наносить свой уход. Тогда кожа будет действительно классная. Эту масочку я уже показывала. Масочка, наверное, фирма называется Bions Porky Mask. Классная маска. У нее такой приятный травянистый запах. И такая кремовая текстура. Она достаточно хорошо очищает поры. Как-то их хорошо отбеливает. Буквально с первого раза вы видите, что поры как-то стали меньше. Она не пересушивает кожу. Она ложится таким ротным приятным слоем. Она очень приятно смывается. В составе марокканская лавовая глина. Масло лавандулы, экстракт японской ламинарии и прочее. Состав там не сильно чистый. Но масочка классненькая. И у нее очень маленький расход. Я ее наношу только на дозону. И, в принципе, больше никуда ее наносить не надо. Несмотря на то, что здесь всего лишь 30 мл. Ее, в принципе, хватит надолго. Тоже могу ее советовать. И постараюсь найти ссылочку на нее на ebay. Данную очищающую маску от Belita я уже показывала. Это поровая очищающая маска. Я уже, в принципе, делала разбор состава. Единственное, хочу сказать, что потом ее еще раз пробовала пару раз. Мне, в принципе, нравится. Она очень хорошо как-то шлифует кожу. Кожа от нее такая бархатная, приятная становится. Очень неплохая масочка. Единственное, что я бы не советовала ее тем, у кого есть прыщики. Потому что она, во-первых, разогревающая. Я бы не советовала как-то страшновато свои прыщи разогревать еще дополнительно. Плюс она может разнести инфекцию по вашему лицу. А так маска очень приятная. Классно шлифует лицо. Я думаю, что для сухой кожи тоже очень классно подойдет. Я долго на ней не буду заострять внимание. Следующая масочка, которую я хочу показать, это масочка от The History of Wu. Не скажу, что это бюджетная маска. Но данный пробничек 30 мл на ebay можно купить за 10 долларов. Я обязательно оставлю ссылочку внизу. Это нот Young Energy Mask. Интересная, разогревающая, увлажняющая, смягчающая, улучшающая кровообращение масочка. Она предназначена для сухой кожи, либо для возрастной кожи, для тусклой кожи, чтобы улучшить цвет лица. Очень как-то интересно ей пользоваться. Она такая интересная у нее текстура. Мне лично она похожа на искусственный мед, либо на сгущенку. Она тяжеловато немножко распределяется по лицу. Содержит экстракт оленьих рогов, маточное молочко и экстракт лекарственных трав. Также у нее заявлено антисептическое свойство. Но я разогревающую масочку как-то боялась бы наносить на свои прыщики. Очень интересная масочка. Действительно хорошо увлажняет лицо. Мне каждый раз как-то она поднимает настроение, потому что очень интересно. Тем более приятно пользоваться корейским люксом, хоть и в такой маленькой упаковке. Большая упаковка, полноразмерная, там, по-моему, 120 мл. Стоит, конечно, порядка 45, наверное, долларов. Примерно такая ее цена. Но вот такой пробочек, мне кажется, многие могут позволить себе купить. Она такая интересная, интересная упаковка. И запах пахнет немножко травками. И все-таки такой запах уже корейской косметики. Уходовый тот, кто пользуется, уже, наверное, запах узнает. Следующая маска, которую я хочу показать, это масочка от Skinlight. Была мной куплена в одном из наших стационарных магазинов. Маска с коллагеном и экстрактом морских водорослей. Что могу сказать о данной маске? В принципе, я сохранила полотно. Но здесь достаточно удобно, достаточно приятно его на лицо наносить. Я думаю, вы видите, кто хочет, может полежать с закрытым лицом. Мне нравится, что она доходит как-то до серединки лица. Что она не находит никуда ни на волосы, ни на уши. Единственное, эта маска хорошо увлажнила лицо. Я ее использовала в эти достаточно сильные морозы. Но мне не понравилось, что потом, когда я умывалась гидрофильным маслом, я прям чувствовала, как скаталась вот эта маска. Я такое чувствую, что лицо было очень грязно. Я думаю, что она очень забивает поры. Максимум ее можно использовать для сухой кожи, у которой нет склонности к забиванию пор. Я ее не очень советую. Она увлажнила неплохо, но состав здесь тоже такой достаточно посредственный, как у многих таких дешевых корейских масок. Поэтому советовать не буду. Следующая такая достаточно популярная масочка от Анисфри, с вулканическим пеплом она. Я ее купила, потому что на нее были такие восторженные отзывы. В принципе, маска интересная. Я рада, что ее попробовала. Повторять ее буду вряд ли. Она неплохо очищает кожу. Она ее не пересушивает. Она не застывает такой коркой на лице, как многие глиняные маски. Достаточно теложиловато распределяется по лицу. Мне ее приходится ложечкой доставать. Такая достаточно густая у нее текстура. Весьма неплохо смывается. В принципе, я думаю, что попробовать стоит каждому. Потому что есть люди, которые от них пищат. Есть люди, которые к ним достаточно равнодушны. Тем более, она уже стала немножечко как будто бы подсыхать сейчас. Хотя она у меня уже, в принципе, достаточно давно стоит. Я ее все время пользуюсь. Расход здесь очень маленький. Но особо советовать не буду. Потому что, в принципе, можно купить вот эту маску для бани. Следующая маска. Я ее тоже уже показывала. Это маска для кожи вокруг глаз. Ген молодости от Белита. Я уже говорила, что как маска данное средство вообще никакой эффект не дает. Она полностью впитывается. Я ее использую как ночную маску под глаза. Если ее сравнивать с маской от Laneige, у них достаточно похожая текстура. Состав тоже, не скажу, что идентичный. Но он такой достаточно силиконовый. Но в этом маске очень ярко чувствуется запах алкоголя. То бишь, здесь в составе есть алкоголь. В принципе, действия у них достаточно одинаковые. Маска от Laneige немножко лучше разглаживает морщинки. Если кто-то хотел попробовать маску от Laneige, я, в принципе, могу посоветовать использовать вот эту купить. И если вам не понравится, то не стоит тратиться на полный размер масочки от Laneige. Но я ее достаточно часто пользуюсь. Часто, когда хочу намного лучше увлажнить кожу под глазами, я наношу сыворотку, наношу крем и наношу вот эту маску. Действительно, кожа лучше увлажнена. Да, если у кого-то очень сильно сухая кожа под глазами, как у меня, я ее могу советовать. Но точно только в качестве маски ночной под глаза. Последнее, что хочу показать, это такие наклеечки от Cossarex. Я думаю, что тоже многие их знают. Данные наклейки мы наклеиваем, я обычно наклеиваю на ночь на свой прыщик. Притом, я не использую ее очень часто. Бывает, что вот какой-то прыщ хочет вывести и уже неделю целую сидит и не может никак. Ему надо помочь. Я наклею эту наклейку, обычно с утра отклеиваю и прыщ наконец-то созревает. Он уже наконец-то быстрее проходит. Вот такие застойные прыщи, которые, бывает, очень долго сидят на коже, очень хорошо помогают. То, чтобы оно как-то лучше заживляло те, которые имеются, я бы не сказала. Средство такое интересное, я обязательно буду его повторять. Достаточно хорошая вещь, если кто-то страдает такими достаточно крупными болючими прыщами, которые иногда влазят. Она действительно помогает им быстрее пройти, но это не является какой-то панацеей от прыщей. На этом я буду заканчивать свое видео о масках. Надеюсь, что оно вам было интересно. Я старалась так достаточно коротко, потому что масок у меня очень много. Буду рада, если вы подпишетесь на мой канал, оставляете ваши комментарии. Я с удовольствием на них буду отвечать. И с удовольствием читаю, когда вы что-то советуете. Всем до скорой встречи. Увидимся в моих новых видео. Всем пока!